Попадание в финал 58 метров достаточно такой, все-таки относительно низкий. И вот уже 15 спортсменов выполнили этот норматив. Так что для финала некоторая корректировочка предстоит. И они все должны выступать в финале. Расписание возможно даже, потому что надо успеть провести эти соревнования. Но с другой стороны, для зрителей это, наверное, не так плохо. Я думаю, что никакой беды не будет там. Там же есть первые попытки и дальше. Так или иначе, на этом красивом месте в Амстердаме продолжаются соревнования. Ну а вот мы на беговую дорожку вернулись. У нас второй забег в беге на 400 метров. Джонатан Барли, обратите внимание, бежит по второй дорожке. Рекордсмен своей страны, чемпион Европы 2012 года, чемпион Европы 2015 года в помещении. В общем, сестру мы уже его сегодня видели. Теперь вот видим Джонатана. Ну вы знаете, что Кевин Барли, есть еще один брат. Два брата у него еще есть. Ну вот один из них Кевин Барли, который имеет третий результат сезона в Европе. 45-17 пробежал Кевин в этом году. Но его преследует травма. Он никак не может восстановиться от травмы. И вот должен был сегодня буквально принять решение, будет ли он бежать здесь только в эстафете за сборную Бельгии или примет участие в личном виде. Но пока вот мы видим Джонатана Барли. Он бежит по второй дорожке. 44-43 по личному рекорду этого парня. И 45-87 он бежал в этом году. Ну вот еще один фаворит этого забега, конечно же, Дэвид Гелик. Вукратный чемпион Европы, правда, в помещении. Ну и шестым он был на чемпионате мира в 2009 году. По третьей дорожке стартует Евгений Гуцел, представляющий Украину. 46-40 он бежал в этом году. Томас Жардье, француз, чемпион Европы среди молодежи прошлого года. Обратите внимание на этого парня. Стартует по четвертой дорожке. 45-72 бежал он в этом году. Это лучший результат, кстати, среди участников этого забега. Якуб Коржвина, представитель сборной Польши, будет стартовать по шестой дорожке. Йоханес Трефс, представитель Германии, по седьмой. Ну и Гелик, как я уже говорила, по восьмой дорожке. Итак, у Томаса Жардье, представителя Франции, лучший результат в этом сезоне. Но Джонатан Барли и Дэвид Гелик не дадут так просто победить молодому дарованию. Так, старт дан. Итак, Барли по второй дорожке. Жардье по четвертой, Гелик по восьмой. Жардье быстро начал, обратите внимание, уже достал спортсмена бегущего по четвертой дорожке. Неплохо и Барли бежит, достает он уже Гуцела. Гелика мы не видим, здесь Гелика. А вот он и Гелик здесь. Но не так он быстро начал, как его оппоненты. Хотя вот сейчас на последнюю прямую они просто стеной выходят. Обратите внимание, они выходят стеной. Чуть-чуть впереди испанец Лукаш Бои. Неужели будет сенсация и выиграет этот парень? Да, он выигрывает. Оставляет Барли и Гелика за чертой полуфиналистов. Ну, пока, по крайней мере, потому что напрямую ребята не попали. Еще раз напомню, четверо первых выходят напрямую и еще трое добираются по результату. Испанец, 94-го года рождения. Совсем тоже молоденький мальчишка. Только что недавно ему исполнилось 22 года. 47 секунд ровно он пробежал здесь. И абсолютно заслуженно выходит в полуфинал. Вот обратите внимание, здесь он чуть-чуть, прям немножко совсем впереди. И вот это чуть-чуть он как раз и сохранил на этой последней прямой. Никто не смог к нему приблизиться. Посмотрите, Гелик вообще не в форме. Мучается там, немец бежит. Ну что, поляк. Жардье попадает тоже. Это троица. И кто же был четвертый, который здесь выходит напрямую? Вот эти трое, я их назвала. И кто здесь будет четвертым? Вот молодежь наступает. 22 года парню. В полуфинале. Конечно, доволен. Молодец. Но кто четвертым вышел? А тут нам табличку. Да. Но все-таки представитель сборной Германии Евгению Готцелу не хватило совсем-совсем чуть-чуть. Три соточки бы, вот он. И был бы напрямую в финале. А теперь ждать, ждать. Еще один забег будет здесь проведен. Готцелу надо будет ждать.